Чуть меньше месяца назад Тамбовская городская дума выступила с инициативой объединения областного центра и ряда поселений при Тамбове. Речь, напомним, идёт о Цнинском, Бокинском и Покрово-Пригородном сельсоветах. Теперь этот вопрос предстоит обсудить с населением. Публичные слушания по вопросу преобразования должны пройти на всех территориях, которые участвуют в этом процессе. Сегодня они проводятся для жителей областного центра и участников, судя по тому, что они выстраиваются в очереди, немало. Студент Владимир Верняев родом хоть и не из Тамбова, но за годы жизни здесь начал называть его родным городом. Считает для себя обязательным участвовать в принятии важных для областного центра решений. Всегда интересно и полезно, когда местная власть взаимодействует с жителями и спрашивает жителей по любому значащему вопросу. А данная тема, считаю, важна. Я согласен с мнением главы администрации. Потому что сейчас самое время для того, чтобы села могли действительно войти в состав, чтобы там и коммуникации получше стали, и все вот в этом духе. В рамках публичных слушаний перед жителями Тамбова выступили представители регионального правительства и администрации областного центра. Эксперты подчеркнули, что расширение территории и увеличение численности населения предоставит городскому округу дополнительные возможности участия в нацпроектах и государственных программах, критерием отбора которых является численность населения, что позволит привлекать новые инвестиции в экономику города и решать застарелые проблемы. Одну из тем, которую Максим Борисович поднял, общаясь с президентом страны, а их было не так много, но каждая из них сверхважные были. Одна из тем была, это проблема как раз водоснабжения в поселке Строитов. И думаю, что нет сомнений в том, что такая важная проблема была поднята на таком уровне. Она, безусловно, не получит поддержку и внимание со стороны государственных органов. Отметим, что в регионе работает специальный информационно-разъяснительный канал по вопросам присоединения территорий. Он называется «Большой Тамбов». Выступить собственными предложениями и замечаниями и задать вопросы экспертам тамбовщане смогли и в ходе слушаний. Все опасения, которые сейчас звучат в сети, надеюсь, что в рамках вот таких встреч нам удастся разъяснить, что это не более чем опасения. Потому что звучит, что и после год людей лишат. Нет ничего подобного. В ближайшие дни предложения, высказанные в ходе обсуждения, будут обобщены и проанализированы специалистами комиссии по организации публичных слушаний. После этого резолюцию предстоит рассмотреть депутатам Гордумы Тамбова. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Анна Мусатова, Область новостей.